Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Я начинаю новый влог. Собрала вот так вот классно волосы, потому что сегодня я еду делать пирсинг. Да, эта идея у меня появилась спонтанно. Точнее, даже я не знаю, что именно я хочу. Проколоть нос или сделать два прокола в хрящи. То есть вот здесь и вот здесь. В общем, такая идея тоже есть. А может быть, сделаем и то, и другое. Почему-то, когда я в инстаграме выложила про эту историю, все подумали, что я хочу проколоть пупок. Но нет, абсолютно нет. Мне совершенно это не нравится. Ни язык, ни пупок меня вообще не впечатляет. А вот нос где-то, наверное, лет с 15 я хотела. И мама мне сказала, как только тебе исполнится 18, пожалуйста, пойдём вместе и проколем тебе нос. Но в 18 я как-то передумала. А вот теперь что-то опять появляются эти идеи. Они периодически меня посещают, а потом опять уходят куда-то. Но сегодня конкретно я уже записалась. Так что вместе с вами пойдём и сделаем это. Я собрала вот так вот аккуратненько волосы. И сейчас хочу накрутить совсем слегка. Стало, кстати, рано. Успела даже подснять конец влога, смонтировать. И он у меня получился на 23 минуты аж. Если честно, я слышу о ней реально практически впервые. Правда, меня некоторые мои зрители довольно-таки долго просили снять именно об этой группе. Но всё равно я не буду делать отдельное видео про неё. Так, кудри у меня уже готовы. Я хотела сделать небрежные локоны. В принципе, так у меня получилось. Единственное, у меня лак очень сильной фиксации. Поэтому немножко они у меня... Сейчас покажу вам. Поэтому они у меня немножко получились вот такие. Это дверь. Это ветер. Я хотела пойти вот в этом платье, но на улице такой ветер. Поэтому, наверное, надо придумать что-то другое. Мне настолько нравится это платье. Посмотрите, какие здесь рючки. И ещё, кстати, у этого платья есть вот такая заколочка. Можно собрать волосы и заколоть её. Будет тоже очень мило. Не знаю, мне прям вот безумно нравится это платье. Заказывала на шейн, но это ромби. Слава богу, я не опаздываю. Мы спокойно можем что-то выбрать. Такие длинные платья у меня есть. Вот это, кстати, платье мне совершенно не нравится. Хотя, когда я его купила в этот год, прям чуть ли не каждый день носила это платье. А вообще, мне хочется сделать ещё один заказ. Хотя я обещала себе, что за этот год я сделаю всего два заказа. И действительно, я сделала всего два заказа. Прошло уже половина года. Но сейчас я еле держу себя в руках. Хочется новые шортики, какие-то классные платьюшка. Вот. Но пока что держусь, но не обещаю. Возможно, что-то закажу себе. Можно такое вот платье одеть. Кстати, я его ни разу не надевала после того, как купила. У меня таких нарядов несколько, которые просто висят. По мне, это платье без вот этой рубашки смотрится как-то не очень. Но в рубашке как-то будет жарко. Хотя, в принципе, можно и так. Как вам? Девочки, я уже на месте. У Руфаны Ханам здесь очень много разных пирсингов, всяких вариантов. В общем, мне нанесли анестезию в трех областях. Я не знаю, мы еще не определились. Мы думаем, может сделать три прокола. У врача у самого здесь три. И очень классно смотрится на самом деле. Но я, честно, боюсь, что это будет выглядеть слишком. Но можно выбрать какие-то маленькие сережки. Но вот эти два места я точно хочу. Мы сейчас никак не можем определиться с пирсингами. Все они настолько красивые. Прям глаза разбегаются. Посмотрите на эту красоту. Хочется просто проколоть все. Анестезия уже подействовала. Я прям чувствую, что у меня анимело ухо. Мы все-таки остановились на двух сережках. Хотя мастер говорит, что лучше все-таки три. Будет смотреться классно. Я, если честно, когда выходила из дома, думала еще, хотела бы себе носик. Просто никак не могу решиться. Боюсь, что если сделаю носик, то меня домой не особо пустят. Опять же, не знаю. На мой взгляд, чтобы делать пирсинг в носу, нужно иметь идеальный просто нос. Мой нос я не могу назвать идеальным, поэтому даже не знаю, подходит ли он для пирсинга. Поэтому пока что разберемся с ухом, а дальше уже посмотрим. Какие красивые пирсинги для животика. Особенно вот этот алмазик так переливается. Прям супер. Как ты что? Я заливаю. Пирсинги для животика. Я хочу с бриллиантом золотой. Нет проблем нет, но 6 миллиметров. Ага. Я не знаю, что здесь, я не знаю, не знаю, как это было. Здесь 6 миллиметров. Все, один прокол у нас уже на месте. Прям получилось точь-в-точь, как я хотела. Я сначала хотела чуть-чуть повыше сделать, но меня уговорили, я реально поняла, что так намного лучше. Не знаю, вам видно. Очень красиво. Ну, все, готово. Два прокола на месте. Честно, было не больно. Все терпимо. Просто секундная боль, как будто тебя укусила, не знаю, комар укусила, честное слово. Ни больше, ни меньше. Все терпимо, красиво. Я уже даже не чувствую. У меня как будто ухо онемело. И очень милость. Я такая буду водить машину с этой стороны. Все будут видеть мои персинки. Ссылочку, кстати, я вам обязательно оставляю на Руфану Ханам. Обязательно приходите. Место расположения очень удобное. Прямо в самом центре города. Я бы сказала, это лучший мастер. Действительно, своего дела. Огромный ассортимент. Вы можете выбрать из разных материалов. Разной формы. Я просто все вам снимать не стала. Но здесь действительно выбор огромный. Все инструменты стерилизованные. Так что вы можете быть в этом уверены. Если я сюда пришла и доверила свое здоровье, то вы тем более обязательно можете сюда прийти. Так что переходим. Садат немножко опаздывает. Хотя мы закончили процедуру вовремя. Я записала все, что нужно делать. Чем нужно вытирать. Мне так нравятся девочки. Прям не передать словами. Единственное, нельзя купаться в море пока. Но я потерплю немножко всего. Я записала, как нужно ухаживать по дороге обратно домой. Нужно купить в аптеке все, что необходимо. В парке я здесь напротив фонтана. Сижу, жду Садат. Она немножко опаздывает. Хотя, если честно, я думала, что наоборот опоздаю я. Пока я здесь сижу и жду Садат, я времени даром не теряю. Сейчас вот монтирую для вас рилс для инстаграма, как мне непосредственно прокалывают ухо. Очень классное видео получается. Обязательно переходите и смотрите. Садат, мой пупсик. Мы никак не можем определиться гордо у трав. Мы нашли очень уютненькое местечко с такими крутыми диванами. Как мне подруга говорит, опять с подружкой. И вот с таким видом на город, на торговую. Как вы видите, на торговой народа не так много. Потому что на улице на самом деле жарко. И будничный день, и все дела. Наши прогулки с подругой по классике. Всегда пожрать. Мы выходим из дома чисто покушать, нажраться. Девочки, я просто в шоке. Посмотрите, как круто снимает телефон подружки. Это у Садат. Садат, что это телефон? Как называется? С-21. А, 22. С-22. Посмотрите, как ярко. И ту же самую фотографию посмотрите на мой айфон. Здесь не только очень спокойно, но еще меню, как я люблю. С картинками. Вот. И бумажное меню есть, и можно по QR-коду зайти. Но во многих заведениях я заметила в последнее время только по QR-коду. А хочется бумажное меню. Вот так вот. Здесь уже не так ярко, как вы видите. Вот такой вот телефончик. Мне он настолько нравится, девочки. В Самсунге просто топ. Вот. И стоит намного дешевле, чем, например, мой. И качество фотографий просто на высоте. Не прошло и полгода, как нам принесли нашу пиццу. Очень долго ждали, честно. Вот эта штука открывается. И свежий воздух. Легкий прохладный. Матерок. Теперь я, кстати, спать с этой стороны не могу. Хотя я привыкла всегда спать с этой стороны. Надо было персим делать с этой. Проколы. Но мне хотелось именно вот здесь. Мое любимое место в каждом заведении это туалет. Вот такой вот у меня лучок красивый. Я, кстати, очень боялась, что в этом будет жарко. Но на улице такой приятный, легенький ветерок. Поэтому я думаю, в самый раз. Очень такой уютненький туалет. Здесь даже есть пеленальный столик, если я не ошибаюсь. Это называется так. Вот очень удобно. Здесь можно поставить в наши сумочки. И вот на этом заканчивается обзор туалета. Слегка подправляю макияж. У меня вот такой блеск от Artvisage. Или как он правильно называется? Luxevisage. Такой вот с блесточками мелкими. Зацените лук моей подружки. Какие крутые брюки. Она купила новые. Очень женственно смотрится. Еще у нее есть каблучок. Вообще бомба. Все, что вижу у нее, я тоже хочу купить. Мы решили немножко прогуляться. Смотрите, какая интересная картина. Здесь люди играют в шахматы. Точнее, я не совсем понимаю, кто именно играет. Наверное, большинство просто смотрят за процессом. А все остальные гуляют. Еще очень много людей гуляют с колясками. Девушка идет с коляской. Только зашла. Посмотрите на этого красавчика. Как он радуется. Мамы тоже сегодня дома нету. Она сегодня на свадьбе. Но мы с Twix тоже не сильно проигрываем. Это я дома. У меня просто открыто окно. И ресторан, который внизу, прям поет, как будто у меня дома. Мне такое ощущение, что я тоже на свадьбе. И вот как вот в такой атмосфере, например, лечь спать. Это ужас какой-то. В следующий раз, дай бог, когда у меня будут деньги, я куплю квартиру, которая не ограничит ни с одним рестораном, особенно с живой музыкой. Ресторан-парк. Конечно, понятное дело, они тоже хотят заработать копеечку, но это очень неудобно. Закрыла окно. Включила кондиционер. Так, кстати, слышно не так критично. Но все равно слышно. Если маленький ребенок дома, навряд ли он ляжет спать под эту шарманку. Вчера, кстати, купила такой классный фон. Точнее, это не фон, это бумага, чтобы запаковывать подарки. Но я решила использовать как фон для бумажных сюрпризов. Очень крутой такой с апокадо. Смотрится очень мило. И сейчас я вспомнила, что я забыла купить в аптеке средства, чтобы обрабатывать ранки. Но в моем случае у меня всегда все заживает идеально. Но, естественно, надо купить завтра, наверное, с утра. Схожу уже сейчас неохота, если честно, никуда идти. Мы обычно с Аадат всегда, когда видимся, обязательно шопимся. И всегда с Аадат у меня бывают очень удачные покупки. Те вещи, которые я ношу, люблю. И в этот раз, кстати, мы вообще не походили по магазинам. Настолько была крутая погода. Если вам слышен шум, это, во-первых, ресторан, во-вторых, это кондиционер. Так что извиняюсь за эти звуки, но в любом случае. В общем, в этот раз мы ничего не купили. Не заходили вообще в магазины впервые. Обычно у нас такой график. Встретиться, нажраться, пофоткаться, а потом пойти шопиться. И немножко погуляли и домой. Вот такой вот у нас график вечно. Кстати, такие крутые фотки получились. Я прям сейчас их обработаю и опубликую.